психосоматика бруксизма все те кто сталкивался с подобным явлением сейчас будут прекрасно понимать о чем я говорю но кто-то возможно спал рядом с человеком который страдает бруксизм что такое бруксизм это когда в основном ночью происходит спазм челюстно-лицевых мышц и человек начинает жутко совершенно жестоко скрипеть зубами помимо того что идет такой зубной скрежет плюс ко всему он еще причемокивает заглатывает подчавка это вот это вот все во рту нечто такое противное начинает происходить сам человек как правило в течение дня сделать это не может как правило это происходит так самопроизвольно во сне когда он не контролирует все эти процессы ну бог с ним что он там кому-то мешает во сне это жена не может спать или это ребенок скрипит никто там рядом спать не может что звук такой жуткий совершенно это все ерунда в основном страдает сам человеку который этот бруксизм есть чаще всего происходит стирание зубной эмали то человек идет к стоматологу стоматологом и говорит дружище ты сгрыз все свои зубы ну все пора одевать уже протеза потому что нужно ничего не осталось вот так ты жестоко сгрыз правда дальше помимо того что происходит стираемость эмали жуткая начинается чувствительность эмали человек не может есть горячая холодная да он на все очень сильно болезненно реагирует зубы как бы оголяются поскольку они стираются а помимо того что происходит проблемы с зубами кариас том числе до гораздо быстрее развивается помимо того что происходит проблемы с зубами человек еще сталкивается жуткой головной болью в течение дня до от вот этого спазма постоянно далее у него болят очень сильно суставы у него начинает болеть спина до болеть вот этот вот позвоночник то есть это будто как вот снежный ком тащит за собой другие какие-то проблемы он слышит бесконечно какой-то звук в ушах странный гуд в ушах а он чувствует что у него уши как будто бы болят то есть вот этот начинается какая-то бессонница от всего это бессонница за собой тащит какое-то нарушение аппетита в общем все это конечно нужно решать мы с вами посмотрим каким образом это все нужно решать но перед этим мы заглянем с вами в этиологию почему происходит данное расстройство откуда растут ноги всякого рода у тебя глисты сынок пойдем будет будем кушать чеснок будем тебя глистогонить это ну в общем то как бы практически ерунда однако все-таки в каких-то факторах риска упоминается да нельзя это сказать что нет это полная чушь но это как что-то такое очень очень уж очень вторично на самом деле первичный фактор то который будет влиять на все это конечно же нервная система и нарушения в ней и как правило это все будет соседствовать вместе с энурезом то есть он не просто будет скрипеть во сне еще писаться будет детстве особенно детки очень часто скрипят например когда у них эти зубки растут или когда идет смена зубов да не начинают скрипеть зубами очень часто и вот все очень думают что это глисты значит это не глисты первично это все таки значит наша центральная периферическая нервная система нарушения идут именно там и это соседствует и сопутствует до имеет такой преморбит как правило и еще из со снохождением с эмномбулизмом когда человек разгуливает по ночам с апно и когда у него идет задержка дыхания с жутким храпом с очень часто с эпилепсией сопутствует то есть вот этот скрежет зуба зубами должен вас очень сильно насторожить нельзя это оставить без внимания и решать это только у одного стоматолога в принципе первое к кому вы должны с этим обратиться это невропатолог вот это самая первичная на самом деле на сложность все это может возникать в результате самых разных различных историй то есть мама каким-то образом носила эту беременность что такое там происходило какие-то родовые травмы да мы видим что и остеопатия ко всему этому тоже имеет прямое отношение какие-то нарушения там повреждения в шейных отделах позвонков то есть у позвонка то есть вот весь этот букет может так сказать очень печально сказаться поэтому первый момент это мы идем к невропатологу и дальше уже идут очень вторичные на самом деле факторы среди которых и будет психосоматика это лишь отчасти будет ну так сказать усугублять ситуацию ну например усугублять ситуацию могут и брекеты усугублять ситуацию могут и какие-то протезы да вот и неправильный прикус естественно но это лишь будет усугублять ситуацию как правило первопричина все-таки это неврология что еще ну естественно туда же злоупотребление там кофеином химическими какими-то вещами алкоголь наркотики снотворные все это злоупотребление да также будет иметь отношение а теперь я бы очень значит вот эти глисты да это все будет очень 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 вторично желательно резинки аденоиды у ребенка какая-то искривленная перегородка ринит и так далее это все уже будет очень вторично хорошо и пусть и вторичный фактор но вот сейчас мы же говорим про психосоматику я же как психолог все-таки беру эту историю поэтому я хочу пусть хоть и за уши немножко но притащить вас сюда что происходит с точки зрения как бы метафора самого симптома до метафора самого и самой проблемы такой как бруксизм даже синдрома заболевания что происходит на уровне вот метафора посмотрите это злость да то есть все то что я не могу позволить себе днем мои зубы проделают ночью как будто бы я хочу тебя загрызть я хочу перегрызть тебе глотку то есть это что-то первично что-то очень звериное да что-то очень животное такое то есть и это происходит со мной во сне причем это безусловно передается по наследству абсолютно точно то есть это у дедули у бабули у мамы у папы и так далее это передается по наследству я просто хочу сказать поскольку я вообще у меня есть весь букет мне даже девочка одна сказал граник ну вот у тебя есть весь букет заболеваний ну что ж такое-то психосоматических вот как к тебе эти лечиться если ты значит псих на всю голову я объясню аня ты понимаешь вот кто первый халатик одел тут и доктора и здоровый психиатр совершенно не эффективен психотерапевт обязательно должен быть с полным букетом тараканов потому что должен понимать что такое паническая атака на себе клинические психологи не дадут мне соврать что если ты сам не понимаешь что такое вегетососудистая дистония то очень трудно каким-то образом ее лечить обязательно должен сам понимать что такое депрессия что такое навязчивое состояние поэтому обязательно конечно как же все у меня есть бруксизм в том числе поэтому вот я хочу значит рассказать чтобы вы понимали принцип вот этот принцип вот этой на уровне психологии проблемы начну я дедуля что он творил ну был у него там этот бруксизм он там может быть во сне этими зубами скрипел но он мог этими зубами скрипеть еще когда и выпьет вот ведь что интересно то есть когда он приходил вы он не был алкашом просто иногда люб мог выпить он приходил домой и садился так на кухню и начинал скрипеть зубами вот он у меня татарин такой стопроцентный дедуля да и вот она те зубами зубами этими скрипел потому что когда он был трезвым был такой котик он был вынужден быть хорошим мальчиком как-то улыбаться но кровь-то требует свое да вот это вот вот это татарская кровь он боялся смотреть на младенцев потому что те дохли как ему казалось что его папа также не смотрел никак не на животных не на детей потому что те умирали как только он на них смотрел не он был очень тяжелый такой монгольский взгляд вот у моего дедули и он брал значит пивные бутылки открывал эти зубами своими и брал вот эти железные ложки такие не просто алюминиевые вот самые что ни на есть такие чуть ли блин не чугунные вот он эти ложки скручивал вот так своими зубами и ничто с этими зубами в принципе не происходило вообще он просто умер от чего-то другого вернее но он умер от того что он без конца шпарился зачем-то в ванной то есть он наливал какой-то кипяток туда заваливался напивался волокардин но и в очередной раз просто уже сердце не выдержала но как бы бруксизм не повлиял ни на что да то есть я хочу показать вот этот вот принцип этой злости откуда идет вот этот скрежет зубами и вот он передался и мне тоже кстати вот я на него очень сильно похожа папа у меня маленький очень маленького роста меня папа маленький голубоглазый блондин кривоногий а мама тоже невысокая блондинка и не все говорят кого ты такая вернее кто знает моих родителей говорит в кого-то так а вот я пошла в своего татарского дедулю дедулечку своего татарского он такой же был высокий плечистый с монгольским лицом и и он меня отзывал ебаным чувашленка ебаным чувашленком то есть он не считал меня татаркой а считал меня чувашленком и не очень уважал как бы не нравилось что и мая мама вышла замуж за чувашина за чуваша или надо правильно говорить чуваш потому что так они обижаются все малое народности не на слуху чувствительны они настолько болезненно воспринимают кто-то мне написал вранник они Неправильно говорить чувашин, надо говорить чуваш, потому что чувашин это оскорбление, для меня это не оскорбление, меня называли чувашленка ебаной, и то для меня это не оскорбление, совершенно спокойно слушаю это. Просто еще два слова про этого ебаного чувашленку Значит, это произошло так Когда он стал меня так называть Назвал меня так У нас была однокомнатная квартира в Казани Там жила бабуля с дедулей И я там укладывала, мне было лет 12 Укладывала маленького ребеночка спать Ну, двоюродного братика маленького родного Мне было лет 12, я его укладывала спать А дедуля пьяный Лежал и орал Нина! Нина! И как только я его уложу спать Он начинает орать И ребенок просыпается Я только уложу, дедуля начинает орать Ребенок опять просыпается Мне это все взбесило Я к нему подхожу У него такие очки были, минус 25, наверное Он работал слесарем И у него электрогазосварщик Вот такие были линзы Я к нему так подхожу Еще раз векнешь Я тебе очков выбью, понял? И он так смотрит, имея такими глазами ошалевшими И замолчал Все, ребенка я уложила Тишина, спокойствие Все, однокомнатная квартирка маленькая Он сидит в этой комнате Все, замолчал, заткнулся А я думаю, ааа, все равно пьяные Они же ничего не помнят Что можно говорить, что угодно Пьяного, какого-то пьяного родственника Вот кто издевался над пьяными родственниками Напишите в комментариях Их же можно лупить по щекам В принципе, у них можно стащить деньги из кармана Они не заметят это Можно в этот открытый род Пока они спят и храпят Накидать Кто-то даже кидал кошачье говно Накидать кошачьего говна Каких-то там мусор Подмести мусор накидать Каких-то там игрушки мелкие Фантики Какого-то там Всякую ерунду То есть можно издеваться Разрисовывать его Обливать там чем-то Состричь ему что-то там По полной программе Поиздеваться можно Ну вот, и вот у меня тоже было такое ощущение Что он, он же пьяный Что он там Ничего не вспомнит Можно поиздеваться И вот мы сидим С бабулей на кухне болтаем Там прошло час-два Прошло уже Не знаю, там все Два часа уже прошло Вдруг Откуда ни возьмись А он все это время сидел и думал Вот я хочу вам показать Вот этот вот Скрежет зубами Вот этот монгольский Почему я сейчас это привожу в пример Да Вот это у него огромная такая морда Эти скулы Вот эти глаза Черные Такие И вот он выходит В трусах И у него вот эта вот ярость Он так ко мне подходит Очко выбью Очко выбью И у него прямо Иди нахуй отсюда Щивошленка ебаный Щивошленка Вот он так щивошленка И вот в этой злости Я хочу показать Вот этот скрежет зубов Вот он Этот скрежет зубов Понимаете Когда человек Вынужден быть Хорошим Таким Добрым котиком Вот Добрым котиком Этот скрежет Остается на ночь Весь Все эти скрежеты Переживаются ночью Теперь мы с вами Потихонечку От этой истории Про скрежеты зубами Вот я на дедуле на своем показала Вот Вот именно Природу вот этого всего Именно психосоматическую Мы с вами переходим Куда Мы с вами переходим Потихонечку к лечению Что со всей этой историей делать Безусловно Элементарно Можно чуть завысить прикус Пломбочки повыше сделать И уже уйдет Этот скрежет Можно сделать капы Стоматолог сделает вам капы Конечно надо будет Сходить к невропатологу И так далее Посмотреть на все это Сопутствующие какие-то заболевания Можно конечно же Прикладывать там Разное теплое полотенце Расслаблять все эти мышцы Конечно будет здорово Ходить и на йогу На всякую рефлексотерапию И на пиявки И на иголочки И слушать медитацию Медитировать И это все обязательно нужно И здорово Можно ходить на Метод обратной биологической связи Про это я уже тоже рассказывала Когда вас подключают к датчикам Вы видите все свои реакции Это как-то связано с какой-то интересной игрой И вы побеждаете в этой игре Когда успокаиваетесь Понимаете как интересно Вот вы успокаиваетесь К примеру Машинка начинает ехать быстрее Вы начинаете нервничать Машинка останавливается Это просто я к примеру говорю Так Машинка останавливается Значит Что я еще хочу сказать Если мы рассматриваем это Как психосоматический компонент То безусловно Мы задаем вопрос Я задаю вопрос А что этому предшествовало? Какое событие? А когда это впервые началось? В отношениях с какими людьми Или после каких обычно ситуаций Все это усугубляется Это же не всегда одинаково Наверняка близкие говорят тебе о том Что оно так волнообразно Сегодня опять что-то заскрипел Что-то заскрипел Заскрипел Кого конкретно Кого именно я хочу загрызть То есть Если бы я была лисой Волчицей Кого бы первого я загрызла Да? Возможно своего мужа Вот Потому что мне каждую секунду Приходится все что-то сглаживать Как-то все нивелировать Улыбаться Быть какой-то Как сказать Угодливый Комфортный Избегая этих конфликтов Потому что конфликты Очень агрессивные Разрушительные Да? С какими-то побоями С разбитой какой-то посудой Нет-нет-нет Такого я не хочу Лучше я буду Как-то этот гнев в себе Душить Да? Гнев в себе Топить Так сказать Но ночью Когда я расслабляюсь Мои зубы Значит Все это показывают Причем так интересно Иногда даже просыпаешься От этого скрежета зубами Иногда просыпаешься И думаешь Как так у меня получилось Вот так сплюснуть Вот так Проспазмироваться И ты же Ну непостижен Вот сейчас Вот в обычном состоянии Мне так не сделать Абсолютно не смогу Так вот сделать Да? Я не смогу начать Так жевать Как то Что я могу творить во сне Совершенно жуткие Вещи вообще Поэтому конечно же С психологом Со мной Мы прорабатываем Вот эти вот Все эти штуки Дрюки Штуки Дрюки Дрюки Штуки Штуки Дрюки Дрюки Штуки Дрюки У меня помадка такая Поярче Так? Немножечко я сделала Хорошо Ну все Что опять сползла Не знаю куда Так Все Села ровно Значит Села ровно Все ребят Я все рассказала По поводу бруксизма Я думаю Что вам все Понятно стало Очевидно Что к чему Куда И в какое место Поэтому Возьмете себе Это на вооружение Кому это будет нужно Все дорогие мои Я вас целую Обнимаю Приходите на все Мои консультации По скайпу Естественно Подписывайтесь На все возможные Мои соцсети Заходите на мой Сайт Все ссылочки Будут в описании Все Пока